Теперь мы хорошо умеем объявлять переменные разных типов и записывать простые выражения, такие как арифметические и логические операции и вызовы методов. Но на одних переменных и арифметике далеко не уедешь. В настоящих программах нужны управляющие конструкции, такие как условные операторы и циклы. О них-то мы и поговорим. Я рассчитываю, что вы в своей жизни уже программировали на каком-то языке, поэтому знаете, что такое условный оператор и цикл. Мы с вами быстренько пробежимся по синтаксису данных операторов Java без каких-либо философских подробных рассуждений. Условный оператор if с опциональной частью else. Условие, по которому осуществляется ветвление, должно быть заключено в круглые скобки. Условием может быть только выражение типа boolean, то есть такая популярная в других языках ошибка, как использование в условии присваивания места сравнения, будет сразу замечена компилятором. Если под ifm или else находится всего один оператор, то компилятор разрешает не ставить фигурные скобки. Но рекомендуется использовать скобки даже в этом случае, для улучшения читабельности и избежания ошибок в будущем, когда захочется дописать куда-нибудь вторую строчку. Иногда удобно вместо полновесного if использовать сокращенную запись тернарный условный оператор. Он предназначен для включения внутрь других выражений. Результатом вычисления тернарного оператора является значение либо первого, либо второго подвыражений в зависимости от условия. Чтобы компилятор сообразил, какой тип значения возвращает тернарный оператор, оба его подвыражения должны либо иметь один и тот же тип, либо приводиться к общему типу. Иногда ветвление нужно делать по более богатому типу, чем boolean. Для этого есть оператор switch. Он поддерживает ветвление по значениям типа char, string, enum, это перечисления, с которыми мы с вами еще не познакомились, и по целочисленным типам, кроме long. Выбирается та ветка case, которая соответствует значению, переданному в условии. Если совпадение не найдено, то выполняется ветка default. Если не написать break, то исполнение перейдет на следующий кейс, и так далее, либо до первого break, либо до конца оператора switch. До встречи! Продолжение следует...